Необходимость строительства нового здания 11-й школы обсуждали в нашем городе несколько лет. Наконец, в этом году при содействии губернатора Глеба Никитина удалось решить вопрос с финансированием. Пришлось взять проект повторного применения и его переработать с учетом изменений требований к охране объекта и пожарной безопасности. Нам удалось сделать довольно-таки интересный проект, который вот на сегодняшний момент даже пользуется своим интересом со стороны других областей, регионов. Мы хотим его приобрести, соответственно, небольшая гордость за это, что мы смогли полученный проект переделать и получить довольно-таки интересный и качественный продукт. Проектом предусмотрено строительство пяти зданий. Это учебные корпуса и три спортивных зала. Такого в городе еще нет. Также школу полностью оборудуют элементами безбарьерной среды. Работу выполняет компания ТСК, подрядчик, который занимается расширением улицы Симашка. Практически заканчиваем вертикальную планировку. Ну и самое главное, демонтировали старую школу. Вертикальную планировку сейчас на этой неделе, ну, крайне на следующий закончим. Плюс земляные работы, это котлован, тоже завершаем. И, соответственно, на следующей неделе уже начнем бетонные работы проводить. То есть и планируем до конца года сделать ноль. То есть нулевой цикл ведь закончится. Все работы идут по графику. Еще один объект, который во время планового объезда осмотрели представители администрации, это 10-я школа. Напомним, сдать ее должны были в середине августа, но по ряду причин открытия пришлось отложить. Внешний ремонт практически завершен, за исключением главного крыльца. Заменены коммуникации, идет работа над отмосткой. Это, кстати, одна из проблем, почему школа начала трещать. Потому что отмостка была порушенная, слив воды был под фундамент. И это привело к тому, что здание, в общем-то, не самой старой школы в городе, начало разрушаться. Строители проделали большую работу по укреплению стены всего основания школы. Осталось сделать дорожки из брусчатки, покрасить стены, повесить батареи и постелить линолеум. В октябре начнется установка мебели и техники. Сдать школу планируют в начале ноября. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok